Мы начинаем передачу с выставки портретов неизвестных из Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина. Эту передачу ведет член Совета музея, доктор филологических наук, писатель Ираклий Андроников. Итак, мы на выставке портретов неизвестных в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина. Могу вас заверить, что таких выставок никогда еще не бывало. Взгляните на пригласительный билет. Вы видите на нем вопросительный знак внутри золоченой рамы и перспективу уходящих вдаль рам. Что это? Шутка? Нет, это совершенно серьезная выставка. Это выставка портретов неопознанных, которые хранятся в запасниках музея Пушкина, и которые музей выставил и предлагает сегодня нам с вами принять участие в опознании этих людей. Мы с вами уже не раз встречались в музее Александра Сергеевича Пушкина в Московском, что на Кропоткинской улице. Мне приходилось вам рассказывать, как возник этот музей. Дело в том, что основные материалы, которые собирались в продолжении столетия, хранятся в Ленинграде во Всесоюзном музее Пушкина. И когда около 10 лет тому назад возник новый Московский музей Пушкина, он испытывал большие трудности с материалами. И тут на помощь ему пришли любители Пушкина, которые, узнав, что музей нуждается в экспонатах, понесли в музей кто что мог, и помогли возникнуть этому великолепному учреждению. Потом устроили телевизионную передачу. И снова пошли люди и понесли кто что мог в дар. Прошла вторая телевизионная передача. Раздался звонок из дома известной писательницы Ямщиковой Алтаев. И в дар музею были переданы три чемодана старинных вещей пушкинского времени. Пировницы, табакерки, бисерные закладки, шкатулки, старинные альбомы. Прошла третья передача. И музей получил в дар от врача-окулиста, Антонина Сергеевна Головиной, жившей под Москвой, получил по завещанию ее собственный маленький музей, который она собирала в течение всей жизни. Парфоры, хрустальтия времен, мебель, бытовые предметы. И вот среди материалов, которые поступили в Пушкинский музей, пришло много неизвестных портретов. И дело даже не в том, что здесь собрано на этой выставке, а дело в том, как здесь это показано, как вообще экспонированы все эти вещи в Московском музее Пушкина. Я уже неоднократно показывал, как используются здесь эти сокровища, и какую при этом музей проявляет замечательную инициативу, сколько проявляет тактов, выдумки, вкуса. Вот и сегодня мне хочется поддержать инициативу музея и показать его новую замечательную работу. Все, что вы здесь видите, все это современники Пушкина. Но кто именно, неизвестно. Одни портреты попали в музей из комиссионного магазина, другие идут из частных коллекций, при этом иногда даже известно имя художника, но кого он писал, неизвестно. Если всегда держать эти портреты в фондах музея, надежды, что все они будут узнаны силами одних только сотрудников, таких надежд, такой надежды очень мало. И вот музей решает выставить их на всеобщее обозрение, а сегодня показать телезрителям. Может быть, вы вот сейчас сможете подать нам хороший совет, или случайно видели какой-нибудь из портретов у прежних владельцев, или сами владели этим портретом, и можете что-нибудь о нем рассказать. Я уже давно убедился в том, что телезрители, радиослушатели, читатели могут иногда осуществить такую работу, которая не по силу целому научному учреждению, большому коллективу научным. Скажем, а разыскивается какая-то рукопись, и нужно отыскать ее владельца, отыскать недоутраченные рукописи. Пожалуйста, выступите по телевидению, расскажите о ваших затруднениях, и сейчас же раздадутся звонки, будут указаны адреса, нужные вам люди. И уже много раз приходилось убеждаться в том, что помощь телезрителей, радиослушателей неоценима. И я лично вот в этой выставке, в этой идее этой выставки, в этой, понимаете, замечательной инициативе, вижу как бы продолжение своей собственной тоже работы, своих мыслей по этому поводу. И поэтому охотно взялся провести эту передачу с тем, чтобы обратиться к вам за советом и за помощью. Кстати сказать, некоторые из неизвестных портретов были неизвестными, опознаны здесь посетителями прямо на выставке. Вот, например, я хочу обратить ваше внимание на этот тройной портрет. Вот литография, изображающая трех военных, молодых людей. Один из них генерал-майор. Среди его орденов виден орден Владимира Третьей степени и орден Фур-Ле-Мерит за заслуги. В середине этой литографии штаб-офицер 16-й пехотной дивизии, который, кстати сказать, командовал друг Пушкина, декабрист Михаил Федорович Орлов и, возможно, что живя в Кишиневе, Пушкин этого офицера встречал. Третий справа, гвардеец. Все они участники Отечественной войны 1812 года, потому что у них у всех медаль за 1812 год. Возможно, казалось, что это братья, потому что в их лицах много родственных черт. Поскольку литографии печатались не в единственном экземпляре, а во многих, то легко было допустить, что у кого-то сохранился другой такой оттиск с указанием, кто изображен здесь. Когда мы готовились к этой передаче, было неизвестно, кто изображен. Ну вот искусствовед Тамара Владимировна Буевская, она вспомнила, что музей изобразительных искусств имени Пушкина, который находится неподалеку от музея Пушкина, ну, несколько кварталов отделяет эти два замечательные музея один от другого, что там есть такая же литография, и что там подписано, кто изображен. Это братья Тарасовы. Это мы узнали вот только что. Поэтому нужно вести дальнейшую работу, чтобы узнать подробности, кто они такие, были ли они знакомы с Пушкиным. Но, тем не менее, вот уже кое-что узнано. В этом отношении мы уже пошли вперед, и это уже чем-то опознанный портрет.